Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал Экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение второго соборного послания апостола Петра. Перед нами вторая глава. «Были и лжепророки в народе. Как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Тема лжеучительства сквозная для группы соборных посланий. Из соотнесения ряда разрозненных упоминаний о подобного рода опасности, о которых, например, говорит Павел в Деяниях 20 главе, Иоанн в первом своем послании, и этому же посвящено, например, целиком послание Иуды, и так, из соотнесения этих фрагментов со словами Христа о Николаитах из книги Откровений Иоанна, это, собственно, вторая глава, толкователи делают выводы, что под этим именем упоминается одна из самых ранних христианских сект, последователя одного из семи первых деканов, Николая Антиохийца. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Их характерной чертой, по-видимому, являлось крайне превратное понимание свободы во Христе от уст закона, трактуемое ими как полнейшая вседозволенность, отсюда и упоминание апостолам о разврате этих учителей. Тот же факт, что они не были какой-либо околохристианской группой, а возникли непосредственно внутри христианской общины, безусловно, крайне негативно сказывался на добрым имени христиан, для которых свобода в Христе никогда не обозначала следованию пути собственных похотей. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Тема любостяжания возникает вполне закономерно. С одной стороны, сам апостол Павел говорит, что общине верующих совершенно нормально и естественно содержать своих учителей и проповедников. «Если мы посеяли вам духовное, большое ли дело, если мы пожнем у вас вещественное?» Так и Господь повелел возвещающим Евангелие жить от Евангелия, говорит он в первом послании к Коринфянам. При этом, однако, он здесь же указывает и на то, что проповедник не должен мотивироваться к проповеди ничем иным, как только желанием быть соучастником в спасительной миссии Христа. То есть проповедь не может строиться на конъюнктурной основе и желание угодить слушателям, ну и, собственно, тем самым улучшить свое финансовое положение, в чем в дальнейших стихах послания Петр и будет обвинять николаицких учителей, проповедующих нравственный релятивизм с большой востребованностью и успехом. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания», перед нами крайне интересный фрагмент. Мы привыкли говорить о падении ангелов, о том, что отпавшие от Бога силы стали в итоге нечистыми духами, демонами, искушающими род человеческий. Но в самом Священном Писании на сей счет мы найдем предельный минимум информации. Оно не рассказывает сколь-нибудь развернуто даже о творении умных сил, а уж тем более об их падении. Искушающий первых людей в раю обозначен лишь как змей. Сатана из книги Иова выглядит скорее как общественный обвинитель перед троном Вседержителя. От этих образов еще достаточно далеко до традиционной христианской демонологии. Верное и веское слово мы слышим из уст Христа, говорящего «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», и, собственно, в своем служении освобождающего человечество как раз от уст сатаны и смерти. Здесь же перед нами один из этапов осмысления общинной верных, природы и действий этих противящихся Богу разумных сил. Апостол однозначно свидетельствует – грехопадение произошло не только в мире людей, но и в мире духов. Относительно того, как и почему оно случилось, даже в авраамической религиозной традиции мы встретим несколько различных предположений. Исследователи считают, что по общему контексту послания рассказу о событиях метаистории, то есть о допотопном мире, о падении умных сил, упомянутой Петром, должно было совершиться где-то вот в этих метаисторических границах. Действительно, один из достаточно распространенных еврейских апокрифов, первая книга Еноха, написанная от лица одного из первых людей, седьмого от Адама, про отца Еноха, повествует о падении ангельских сил, связывая его с достаточно сложным для толкования местом допотопной истории – история вхождения сыновей Божьих к дочерям человеческим. Автор считает, что сынами Бога там названы ангелы, а дочерями человеческими – собственно земные женщины. Возможно, что именно на этот сюжет и ориентируется Петр, связывая эти древние примеры непослушания Богу, замешанные на похоти плоти, в единую цепь. Ведь по первой книге Еноха именно это событие стало в итоге толчком к той растленности мира, которая повлекла за собой великий потоп. И Петр ставит пример с потопом как раз следующим же доказательством правоты и вескости своих слов. Замечу, однако, что в среде христианских толкователей такой взгляд на событие из шестой главы книги «Бытия» не является нормативным. Из отцов вот такого мнения придерживается, пожалуй, только святитель Амроси Медиаланский, в то время как, например, преподобный Ефрем Сирин, Блаженный Августин и ряд других толкователей видят в этой истории просто потомков Сифа и потомков Каина. Так, например, говорится, сынами Божьими называются сыны Сифовы. Они, как чадо праведного Сифа, именуются народом Божьим. Прекрасные на вид дочери человеческие, дочери Каиновы. Их красота и убранство послужили сетью для сыновей Сифовых. А у святителя Иоанна Златоуста мы находим даже прямое отрицание подобного рода мысли, которую он предлагает нам из самой логики Писания. Он замечает, что говорят, да, как будто сказано это не о людях, но об ангелах. И вот как будто именно их Писание называет сынами Божьими. Но святитель замечает, что, во-первых, пусть покажут, где ангелы названы сынами Божьими. И это невозможно показать ниоткуда из текста. Именно люди называются сынами Божьими, ангелы никогда. Об ангелах Писание говорит, творит ангелы своих духов и слугами своими огонь палящий. А о людях я сказал, боги есть те. А с другой стороны, не безумно ли говорить, будь то ангелы не зашли до сожительства с женщинами, и бестелесная природа унизилась до совокупления с телами? Восклицает святитель Иоанн. Разве не слышишь, что говорит Христос об естестве ангельском? В воскресенье не женятся, не посягают, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. А здесь, в продолжении истории о падении, приводится как раз пример праведного Ноя, который очень ярко подчеркивает простую мысль апостола, многократно озвученную разными способами внутри этого послания. Что Бог желает спасти и спасает человека и шире общину верных из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистосово-развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мутился в праведной душе, видя и слышал дела беззаконные, а вот здесь перед нами, так же, как и в случае с возможным обращением к первой книге Еноха, пример того, как понимание текста трансформировалось в последующую экзегезе. Сейчас, кого угодно спросив о том, в чем заключался грех древнего Содома и его окрестностей, мы услышим ответ о гомосексуализме или каких-либо сексуальных девиациях. Однако, от такого прочтения отстоят слова пророков и спасителя. Иезекииль говорит, «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и ничего не поддерживала, и возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Об этом же говорят и другие пророки, например, Амос и Сафония. Конечно, бытие указывает на противоестественное желание жителей Содома надругаться над укрывшимися в доме лота странниками. Но продиктовано оно, во-первых, не сексуальной распущенностью, а принципиально ксенофобией, ненавистью к страннику и чужеземцу, жизнь и здоровье которого, замечу, всегда свято сохранялись в традиционных обществах. Грех этих городов преимущественно в гордости, самопревозношении над всяким иным, не похожим на них. Отсюда и такое неистовство к путникам. Иеремия передает нам об этом верное слово Господне. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия, вся не передо мною, как Содом, и жители его, как Гамора». Да, мотив распущенности здесь тоже звучит, но важна и тема лживости, конформизма, пророки говорят ложь, желая угодить своим слушателям. Этот сюжет как раз предельно соотносится со словами Петра о лжеучителях его времени. «Как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил их всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот так говорит об этих городах Христос, соответственно, указывая на что, говоря о них как о примере греховной беспечности и вновь возвращаясь к теме гордости их жителей, когда будет сравнивать с ними гордость и неверие современных ему жителей Десятиградия. Единодушие с апостолом Петром проявит в своем послании апостол Иуда, также говорящий о лжеучителях и также обращающийся к примеру проклятых городов из книги Бытия, равно как и к примеру падших ангелов. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда». Вот еще раз лить мотив послания. Бог всегда стоит на стороне своей общины и желает утвердить ее и избавить от бедствий. Говоря о грехах и заблуждениях той группы, которую мы обозначили вначале как Николаиты, Петр отмечает, что они, подобно все тем же жителям Содома и Гаморры, не только запятнали себя хождением в плотских похотях, но и проявляют исключительную гордость, дерзая злословить высших. Вновь прямая параллель с посланием Иуды. Там мы слышим о лжеучителях, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Именно ввиду данной взаимосвязи можно говорить и о влиянии на рассматриваемый нами текст первой книги Еноха, потому что Иуда в своем послании свободно цитирует ее и ссылается, кроме прочего, на другой апокриф – Вознесение Моисея, говоря о споре архангела Михаила с сатаной, как примере ангельского незлословия. У Петра эти истории сглажены, он только упоминает об ангелах, незлословящих высших, и, не давая интерпретацию ветхозаветных событий по инохианскому типу, как бы не цитирует книгу напрямую. Это может свидетельствовать и о том, что перед нами не только общая контекстная, но, возможно, и прямая литературная взаимосвязь, то есть, что Петр или редактор его послания мог быть знаком с текстом послания Иуды. Кто же они? Против кого поднимается слово этих лжеапостолов? Конечно, невозможно воспринять этот текст в рамках прямой параллели, то есть, что лжеучителя, например, злословят небесные силы, или, что еще более странно, как предмет для возмущения, что они бы, например, злословили падшие иерархии. Более вероятно, что здесь под высшими упомянуты те, кому Христом дарована власть большая, чем ангельским силам, то есть власть вязать и решить, прощать грехи людям, то есть имеются в виду предстоятели христианских общин. Перед нами таким образом указание на уже существующий на тот момент времени конфликт между преемниками апостолов и неким альтернативным учительством. Такие примеры имели место в раннехристианской истории, достаточно их было и впоследствии. Они, как бессловесные животные, вводимые природою, рожденные на уловлении и истреблении злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Соромники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Все это в более сжатом виде присутствует и у Иуды. Указания на то, что эти обманщики ведут себя подобно животным, часто руководствуясь не светом разума, а низменными инстинктами. Схожесть их служения с Валаамовым, даже привлекаемый образ безводных облаков и участь в вечной тьме. Сам этот образ, кстати, восходит к книге «Притч», где мы слышим облако и ветер без дождя о человеке, хвалящемся тем, что ему не принадлежит. Важно, что их основной аудиторией являются недавно обращенные язычники, только что отставшие от отеческих заблуждений. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Нельзя не заметить, что многие античные философы в своих произведениях указывали на принципиальное значение воздержания, реализуемого в разного рода телесных и духовных аскетических практиках. Зюнону Китийскому принадлежит прекрасная по простоте и ясности мысль. «Воздержание», пишет он, «это способность не переходить меру, положенную верным разумом или же самообладание, непобедимое никакими наслаждениями». То есть не только закон Моисеев налагал на своих последователей иго-заповедей, но и мудрецы греков учили о необходимости собранной и умеренной жизни. Поэтому проповедь лжеучителей и могла так легко осуществляться под знаменем ложно понимаемой свободы, трактуемой как вседозволенность. «Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословице, пёс возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идёт валяться в грязи». Ригоризм апостольский понятен. Если обретение Христа это рождение в вечную жизнь, то тогда его потеря что, как не вечная смерть? Но действительно, лучше ли не знать путь правды, чем познав отступить? Если так, то что же тогда делать нам, многократно отступающим от Бога? Неужели всякое наше делание бессмысленно и бесплодно, и лучше бы нам было никогда не начинать? И вот здесь для нас лучшим ответом станет пример самого автора послания, апостола Петра. Ведь это он идёт к учителю по водам. Он единственный от лица апостолов исповедует Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. Он получает от Спасителя уникальное обетование. И он же трижды предаёт его, Богом клянясь в том, что никогда не знал его. И когда он остаётся один на один с Христом Воскресшим, на берегу такого знакомого и родного для него Тивериадского моря, он слышит от Спасителя негневную отповедь, ни слова о том, что Иисус теперь отрекается от своего нерадивого ученика, а только вопрос о любви. Симон Ионин, любишь ли ты меня?